Здравствуйте! Мы продолжаем наши беседы о русской культуре. И начали мы очень интересную тему. Тему, которая касается не только истории России середины XIX века, но которая касается и нравственного, эстетического и, если хотите, морального состояния общества того времени. И эта тема у нас идёт под широким культурным названием «Эпоха передвижников». Вера Всеволодовна Донец, сотрудник научно-просветительского отдела Государственной Третьяковской галереи, автор книг и статей по истории русского искусства. Само слово «передвижники» появилось не сразу. Мы помним, в нашем предыдущем разговоре мы вспоминали артель художников. И это была необходимость, просто необходимость выжить. Нужна была коммуна, которая помогла бы молодым собратьям-художникам держаться вместе и держаться на плаву. Не погибнуть из-за того, что Академия художеств фактически выкинула их на улицу. И они выплыли. Они спаслись. И вот когда уже появилось осознание уверенности в своих силах, когда они в прямом смысле этого слова вышли со своими картинами к людям, им нужно было уже по-новому оформить и свои отношения внутри сообщества, и свои отношения со зрителем. И тогда возникла идея организовать новое товарищество художников, которое существовало бы на других основах. Уже не уравниловка, а сотрудничество разнообразных талантов, каждый из которых мог бы следовать по своему собственному пути. Так в 1870 году возникла идея организовать товарищество передвижных художественных выставок. А уже в 1871 году была самая первая выставка. И вместе с утверждением устава этого товарищества, вместе с уверенностью в том, что люди пойдут, появилось и глубокое убеждение, что нельзя показывать в одном-двух местах. Люди-то пойдут. Но ведь люди, ждущие ответов на свои вопросы, люди, жаждущие общения не просто с красотой, а с художником, который доверительно и глубоко касался бы каких-то важных тем, вот эти люди жили не только в Москве и Петербурге. Эти люди ждали общения с искусством в Твери, Новгороде, Калуге, Рязани, многих-многих других русских городах. И выставки стали передвижными. Передвижными не просто потому, что их перевозили из города в город. Это была идея широкого охвата, можно сказать, такого всенародного общения и обсуждения. И это было изумительным, гениальным ответом на запросы того времени. Очень интересно то, что именно в это время, на рубеже 60-х, 70-х годов XIX века, общественная мысль сосредоточилась именно на изобразительном искусстве. Ни архитектура, ни скульптурные достижения не были столь явными и громкими, как картины, которые появлялись на выставках, и как мнения самых разных, самых уважаемых, самых творческих людей, мнения, которые они высказывали на страницах газет и журналов. Получалась такая широчайшая полемика. И свои очень глубокие, яркие, искренние суждения об искусстве оставляли в своих дневниках и статьях и Достоевский, и Султыков-Щедрин, и Тургенев, и даже химик Дмитрий Иванович Менделеев. То есть именно это настроение общности, общности не интересов, не взглядов, а общности людей, которые хотят говорить, хотят раскрывать друг другу души, хотят о чем-то спорить, добиваться лучшего. Вот в чем заключалась главная нота, главная краска того времени. Времени очень яркого, очень темпераментного, очень противоречивого. Мнения об искусстве были столь полярными, что и критики, и художники, и зрители, они буквально ссорились из-за каких-то полотен. Но это было изумительное время, когда искусство перестало быть мерой, ну, знаете, такого отдыха, отдыха небрежного, вальяжного, перед картинами, которые показывали бы красоты природы или нарядных людей. Нет, эта мера ушла. И теперь искусство теребило, волновало, мучило зрителя. Оно заставляло проснуться, открыть глаза, отвечать самому себе на какие-то очень важные вопросы. И часто на эти вопросы просто не находилось ответов. И общество жило в этом напряжении. Люди читали книги. И писатели отвечали людям так же, как художники, на страницах своих произведений. И это был высочайший взлет не только живописи, но и литературы. И Достоевский, Островский, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Некрасов, многие-многие другие. Они как будто продолжали, начатое художниками. Они как будто шли по тому же самому пути. И это была такая, как ни странно это звучит, романтическая мечта. О том, что мы когда-нибудь научимся видеть друг в друге людей. И различать души друг друга. И заглядывать в глаза. И научимся сделать так, чтобы в мире просто не было ни зла, ни несчастья. Может быть, и было что-то в этом неправильное, утопическое. Ведь нельзя, нельзя построить рай на земле. Но, по крайней мере, люди середины 19 века к этому стремились. И об этом мечтали. Надо сказать, что именно эти мысли, эти желания привели к тому, что постепенно меняется тональность полотен художников, которые в 60-е годы, как, например, уже знакомый нам Василий Перов, обличали язвы общества, говорили о несчастьях ближнего именно вот с этой позиции критического реализма. То есть они видели плохое и с отчаянием, яростью, с обнаженными нервами они об этом плохом говорили. И человек часто в этих сценах, но чаще всего в бытовых, уличных сценах, человек становился статистом. Он просто участвовал в некоем событии, иллюстрируя его. Но вот теперь, в 70-е годы, нужно было говорить по-другому. Нужно было не потому, что кто-то этого требовал, а просто как будто перешагнули эту ступень. Хватит ругать. Надо что-то делать. Надо что-то предлагать. И вдруг получилось, что вроде бы жизнь та же, и мы те же, и тоже много и глупостей, и злобы вокруг. Но как будто художники, и писатели, и критики сказали и себе, и друг другу, ну давайте откроем глаза и увидим, что в мире все-таки очень много хорошего. И давайте не будем все поливать черной краской, а увидим красоту в том, в чем мы ее раньше совершенно не замечали. И может быть, это и есть путь к спасению. И получилось так, что тот же Перуф после своих обличительных, резких, тяжелых, трагических картин, он пишет, кажется, вот такую же темную, по краскам, трагическую, безнадежную картину «Христос в Гефсиманском саду». Но пишет ее так проникновенно и светло, что мы вдруг понимаем высокий смысл страдания. И вообще смысл крестного пути. Мы видим Христа ночью в Гефсиманском саду. Он упал на землю. Ниц. Он простер руки так, что, кажется, он из последних сил старается ухватить эту землю, остаться здесь, не уходить от людей, которым плохо и тяжко. И так же плохо и тяжко ему, разделившему с людьми этот страшный груз тленной земной жизни. И был пот его, как капли крови, падающие на песок. Вы помните эти слова Евангелия? И, кажется, даже не видя его лица, и видя лишь густые пряди его волос, растершиеся по земле, мы понимаем, что там. И эти слезы, и эту жаркую молитву, и этот отчаянный вопль в небеса к Богу, Господи, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня. И, кажется, и спящий ночной мир, и притихший город там, у горизонта, с редкими горящими огоньками в окнах, кажется, все затаило дыхание и ждет. Что же? Сойдет с пути? Что же? Значит, не будет жертвенной чаши, а значит, не будет спасения? Но помните, дальше, сразу же, Христос и говорит себе, и отвечает себе, впрочем, не моя, но твоя воля, да будет. И вот этот момент у Перова, он очень важен. Мы понимаем, чувствуем, трагическое напряжение, сверхчеловеческое усилие Бога, которое сейчас старается победить в себе отчаяние человека. Вот прямо сейчас перед нами Бога-человек распинается уже за нас здесь, на этой земле, и призрачно, прозрачно реет над ним очертание тернового венца, которое в лучах лунного света вдруг становится похожим на нимб. И вот это все сразу чернота и свет, отчаяние и решимость принести себя в жертву. Пусть будет так, и на следующий день будет Голгофа, и крест, и смерть, и воскресенье. Надо сказать, что об этой картине Перова много спорили. Очень смутило всех, что в исторической картине не видно лица героя. Да какого героя? Господа не видно. А тогда зачем это все, и весь этот мрак, и почти человеческое отчаяние? И вот это вот становится темой дня, темой, на которую пытались ответить, отреагировать очень многие, и писатели, и художники, тема Бога человечества. Чего больше должно быть на картинах, в литературе у Христа, человеческого или божественного? И эта проблема ведь не так проста, как кажется. Потому что, с одной стороны, если следовать в инерции классического академического искусства, можно показывать благие, светлые образы спасителей, тогда совершенно очевидной станет его божественная сила. И тогда, кажется, действительно, без слез, без мрака, без отчаяния мы осознаем, что он пройдет Голгофу, умрет на кресте и потом воскреснет. Но в это время, в 19 веке, людям нужно было напомнить о том, что это не было легким, чудесным восхождением на небеса. Это было дорогой того, кто, имея плоть человеческую, как человек страдал, и как человек чувствовал боль и одиночество. И вот это Бога человечества, оно становится темой еще одной нашумевшей тогда картины. Картины «Христос в пустыне» Ивана Крамского. Иван Крамской шел к этой картине очень долго. Он думал о ней еще тогда, когда оказался зачинщиком знаменитого бунта 14 в Академии, когда возглавил этих сбунтовавшихся молодых художников, когда они организовывали артель. И потом много всего было, а он жил и жил с этой темой, с этой картиной. Поэтому считать, что вот так однажды пламенный Крамской, который так сурово, твердо, испытывающе взглядывает на нас со своего автопортрета, взглядывает так, что холодно становится внутри, неуютно, неудобно под этим требовательным взглядом. Хочется ответить на какой-то вопрос очень важный, хочется чему-то соответствовать. Вот так он поднимает людей до себя, до своих тем, до своих переживаний. И вот для такого требовательного Крамского тема религиозная казалась почти неестественной. Он же бунтарь. Он должен говорить об окружающем, о насущном. Он должен говорить на темы дня. А тут вдруг холодное молчание пустыни, камня, сизоватое небо. И Он, Христос, в полном одиночестве, чуть ссутулившись, а в позе абсолютного изнеможения, какой-то глубочайшей внутренней сосредоточенности застывает со взором полном муки и в то же время внутреннего величия и собранности. И вот то, что поразило зрителей, и это было действительно удивительно, потому что мы совершенно точно знаем это совпадение. Художники не договаривались. Но в одном 1872 году на второй передвижной выставке рядом оказываются полотна Крамского «Христос пустыни» и Перова портрет Достоевского. И на картинах и у того и у другого героя. Совершенно одинаково стиснуты руки до боли в костяшках, стиснуты каким-то мучительным замком, как будто человек и Бог. Они вот этим последним замечаемым нами физическим усилием собирают всех себя вот в этот комок решимости, воли, готовности держаться. Как сказал сам Крамской, я часто писал и думал, а сам-то я продам ли Господа Бога за рубль или ни на шаг не уступлю злу. Ведь мы часто, рассуждая о картине «Христос пустыни», мы рассуждаем просто об образе Христа. Да, сидит в одиночестве, да, сосредоточен, да, готовит себя к будущему крестному пути, но мы забываем о том, что по сюжету Евангелия эта картина касается искушения. Ведь именно в этот момент сорокодневного поста в пустыне, куда удаляется Христос после крещения на реке Иордан от Иоанна Крестителя, именно в этот момент, когда на сороковой день, ослабевший от голода, от холода, от жажды, Христос ослаб, или, как сказано в Евангелии, взалкал, то есть жадно пожелал, по-человечески пожелал просто отдыха, пищи, воды, к нему приходит сатана. И вот если еще раз вспомнить портрет Достоевского Перова, ведь это то же самое страшное ощущение искушения, живая, злая, какая-то агрессивно подвижная тьма съедает буквально силуэт писателя. Он сгорбился на стуле, мы почти не видим, чтобы он опирался на спинку, это какой-то мучительный баланс между светом, в котором он еще пребывает, которым освещено его лицо, и тьмой, которая подбирается все ближе. И кажется, эти запертые в замок руки, вот это последнее усилие стояние, удерживание себя на стороне света, чтобы не пасть в объятиях тьмы, чтобы, а может быть, так и надо, может быть, действительно достигнуть того дна, дна Достоевского, от которого потом можно оттолкнуться, чтобы всплыть к свету. И тогда, значит, все правильно, и надо бороться с тьмой, и надо, чтобы она иногда, пусть отчасти, но побеждала, чтобы мы научились, наконец, изгонять ее из себя. Значит, это было в настроении времени, значит, это противостояние тьме, оно волновало тогда все общество, ведь это очень широкое понятие, и для каждого тьма своя, и принимает только свои конкретные очертания. И вот, когда мы смотрим на картину Крамского, то мы вспоминаем, с чем приходит к нему в пустыню сатана, помните? Сначала предлагает тому, кто ослабел от голода, превратить камни сии в хлебы и насытиться ими. Если ты сын Божий, вкрадчиво, лицемерно говорит сатана, как будто не знает, кто перед ним, как будто требует какого-то доказательства, и словно специально Крамской вокруг Христа расставляет эти холодные пустынные камни, движение руки, мгновение божественной воли. И вот уже не надо ни страдания, ни подвига, ничего не надо ради этих никчемных людей, которые сами потонут во мраке, насытиться и забыть. И Христос отвечает, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом Божиим. И тогда во второй раз сатана ставит Христа на вершину Иерусалимского храма, то есть он его, согласного на это испытание, переносит из пустыни. И там с высоты храма, показывая вниз, говорит, если ты сын Божий, бросься вниз, ты не разобьешься, ибо ангелы небесные понесут тебя на крыльях. И Христос отвечает, не искушай Господа Бога твоего, потому что понятно, что смысл этого искушения показать людям дешевый фокус, они увидят, не разбился, поверят, поверят, и им нужно только зрелище, им не нужно это богословие, им не нужны эти тяжелые мучения, выборы между светом и тьмой. Подарил чудо, будет развлечение, будет хлеб, пища, и больше ничего не надо. Но и это отклоняет Христос. И тогда в третий самый страшный раз. Страшный, потому что это искушение, наверное, было самым тяжелым. Сатана говорит, хочешь, я отдам тебе весь мир земной, если ты, пав, поклонишься мне, Но разве можно кланяться злу? И Крамской уже и на это отвечает. Вот этой строгой решимостью изможденного Христа. Христа по-человечески уже обессилевшего. Но Бог в нем говорит, нельзя кланяться злу. Ни на миг, ни на шаг, никогда. И вот эта тема невозможности кланяться злу, тема выбора между светом и тьмой, которая кажется такой очевидной, простой, почти банальной. Она же может быть самая главная в любой человеческой жизни. Она стала главной и тогда, в середине 19 века, для художников-передвижников. Мы знаем, что лидерами, организаторами товарища-передвижников были Григорий Мясоедов, Николай Ге, Василий Перов, Иван Крамской. И очень интересно, что каждый из них по-своему вот на эту тему выбора, на тему противостояния тьме, каждый из них отвечал. И Григорий Мясоедов, который известен нам меньше, и который действительно, наверное, не был столь темпераментен и ярок, как другие художники собратья его по кисти, он отвечал ведь на те же самые вопросы, отвечал по-своему. Ответил картиной, о которой многие знают. Удивительной, глубокой, величественной картиной земство обедает. И вы скажете, что же в ней величественного? Обыкновенная бытовая картина, сидят мужички под стенами дома, там наверху в открытом окне виден лакей, который протирает тарелки, значит, там наверху обедают и здесь обедают. После отмены крепостного права в по реформенной России образуются новые местные органы самоуправления, так называемое земство. И туда выборно входили представители разных сословий, в том числе и крестьяне, недавно освободившиеся. Но, как вы понимаете, сословность сохранялась все равно, хотя бы на бытовом уровне. Крестьяне и представлены были меньшим количеством, и отношение к ним было, конечно, другое. И вот час обеда, и господа там наверху удобно отдыхают и вкусно вкушают свою полагающуюся им трапезу. А мужички здесь внизу на земле обедают хлебом и луком, но вместе с тем мы вдруг замечаем, что здесь нет ни капли, ни ноты обличения, как это могло бы быть раньше, в 60-е годы. Ведь эти мужички, они исполнены такого достоинства, они так степенно, чинно обедают, они полны какой-то глубокой осмысленности своего пути, и они очень глубинно понимают смысл своей жизни в этом мире. Они ведь на самом деле так себя и вели. это такая прочувствованная патриархальность. Это чувство надо найти, ощутить в себе. И это чувство собственного достоинства. Это чувство важности и нужности своей на земле. И они этим чувством могут поделиться и с нами. И в какой-то момент вместе с художником Месоедовым мы осознаем, что мы им почти завидуем. завидуем этому умению, этой способности принимать жизнь такой, какая она есть. И принимать ее светло и спокойно. Принимать то, что посылает судьба, воля Божия. И принимать так, чтобы не было потом за себя стыдно. но о теме искушений, испытаний и угрызений совести мы с вами поговорим, пожалуй, в следующий раз. Потому что эта тема для передвижников неисчерпаема. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо вам и до новой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok